Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами будем говорить про новогодние ароматы. Традиционно перед Новым Годом я снимаю такой топ. Сегодня я расскажу вам про 8 самых-самых новогодних ароматов. Ну и конечно же вначале я хочу поздравить вас с новым наступающим 2023 годом. Пожелать, чтобы у вас и у ваших близких в Новом Году все было хорошо. И чтобы желания, которые вы загадаете под бой курантов, обязательно сбылись. Это видео я снимаю при поддержке интернет-магазина Рандеву. Все ароматы, которые вы увидите в сегодняшнем видео, можно приобрести в интернет-магазине Рандеву. Ссылочки на них вы найдете в инфобоксе. И также там можно приобрести многие другие ароматы, которые, возможно, вы хотите купить на подарки себе и своим близким. А чтобы ваши покупки были более приятными, я ставлю для вас промокод на скидку 10%, который суммируется со всеми скидками и акциями на сайте Рандеву и работает при покупке от 2,5 тысяч рублей. Ну что, если вам интересно эта новогодняя тема, то оставайтесь со мной, я желаю вам приятного просмотра. Итак, ну что, давайте мы с вами начнем. С чем у нас ассоциируется Новый Год? Конечно же, он у нас ассоциируется с шампанским. И на тему шампанского я подобрала сразу два аромата. Первый аромат, давайте начнем с вами с детского шампанского. И аромат прекрасный на тему детского шампанского это Dior Dolce Vita. Во-первых, этот флакончик выполнен в форме елочной игрушки. Он всегда у меня вызывает восхищение. Это был мой аромат позапрошлого Нового Года. Кстати, обязательно пишите в комментариях, какие ароматы у вас ассоциируются с Новым Годом и какой аромат вы планируете надеть в эту новогоднюю ночь. Ну а в процессе этого видео я тоже обязательно отвечу на этот вопрос. Позапрошлый Новый Год я встречала на горке, мы катались с ватрушками, поэтому вот такое детское веселье у нас было. И аромат, соответственно, был тоже очень позитивный и детский. Этот аромат пахнет детским шампанским. Очень очаровательный, действительно позитивный, поднимающий настроение. К сожалению, сейчас он снят с производства, но его еще можно купить в интернет-магазинах. Следующий аромат на тему шампанского это Tom Ford персик. Это персики в шампанском, но это не банальное звучание, потому что здесь также есть специя, аромат искристый, игривый, очаровательный. И я решила включить его в этот список. Вообще, этот аромат мне действительно кажется парадным. У меня к нему вроде как часто тянется рука, но не находится особого случая, поэтому думаю, что Новый Год, Рождество и новогодние праздники это отличная возможность для того, чтобы наконец-то воспользоваться этим ароматом. Далее, с чем у нас еще ассоциируется Новый Год? Это, конечно же, с цитрусовыми, с мандаринками. И самый, пожалуй, классный по праву аромат на эту тему это мандарин и базилик от бренда Guerlain из линейки Aqua Alligoria. Это очень достоверное звучание мандаринок. Они здесь бодрые, они здесь классные. Базилик выступает не как специя, а как зелень и, пожалуй, просто делает этот аромат более свежим и более легким. Невероятно позитивные, поднимающие настроения. Пользуюсь им, кстати, и летом тоже, но зимой в новогодние праздники он очень-очень актуален. Далее, у нас Новый Год, но у меня, по крайней мере, ассоциируется также со сладким. И я подобрала три гурманских аромата на эту тему. Ну, конечно же, по праву, пожалуй, один из самых новогодних ароматов это Angel Mugler. Во-первых, он в форме звезды, звезды, которая красуется на ёлке. А во-вторых, он тоже очень парадный. В нём есть что-то праздничное. Это не банальная гурманика, это аромат. На тему горы разных сладостей здесь есть и конфеты, и сахарная вата, и мёд, и много-много других сладостей. Но также здесь есть немного специй, немного крепкого алкоголя и также колки и пачули. Классный аромат, я в нём встречала прошлый Новый Год. Ещё один аромат, который у меня ассоциируется с Новым Годом, это Lolita Limpica, Lolita Land. Тоже не банальная гурманика, много разных сладостей, но также, помимо этого, персиковый беллини. То есть, приятный ликёр. Он очень необычный, при этом сладкий, при этом позитивный. И обязательно в эти рождественские праздники я на себя в какой-нибудь день надену этот аромат. Следующий аромат, это аромат, которым я планирую встретить этот Новый Год. Это Angel Share от By Killian. Во-первых, по звучанию для меня этот аромат определённо на холода, потому что он тёплый, он густой. Но опять же, здесь сладости, но здесь и крепкий алкоголь. Здесь также фоном есть вишня. И вот знаете, чем дольше этот аромат у меня находится, тем больше вишни я в нём нахожу. То есть, изначально, когда я получила свой флакончик, для меня почему-то там не было вишни. А я очень люблю ноту вишни в парфюмерии. А вот сейчас он настаивается, он раскрывается. В нём, повторюсь, конфеты пралине, то есть сладости. В нём крепкий алкогольный. Также классный вишнёвый акцент. И у меня в этом топе есть ещё два аромата на тему рождественской ярмарки. То есть, это такие ароматы воплощения Нового Года. Это, конечно же, Porto Vintage, потрясающий аромат. Сейчас его всё сложнее найти. Это аромат про глинтвейн с апельсиновыми корками, специями. Ну и просто он действительно очень позитивный. Флакон как произведение искусства. Сам аромат потрясающий, невероятно стойкий, невероятно яркий, шлейфовый. Всегда поднимает настроение аромат, который ассоциируется с Рождеством, с рождественскими праздниками. Ношу я его исключительно зимой. Ну и обязательно, опять же, в эти рождественские праздники польюсь им от души. Ещё один аромат на тему Рождества, рождественской ярмарки, это Крещение огнём от бренда Serge Lutanz. По настроению, с Porto Vintage они абсолютно разные. В этом аромате тоже есть глинтвейн с апельсиновыми корками. Здесь даже более ярко чувствуется составляющая глинтвейна, такая как красное вино. Глинтвейн со специями, имбирными пряниками. Запах имбиря тоже немножко фоном есть, но помимо этого, это аромат как произведение искусства. Здесь есть также запах пороха от салютов и чего-то металлического. Это мой Новый год лет пять назад. Мы Новый год отмечали дома, и вдруг мне в голову пришла идея поехать на ёлку, а на улице было, наверное, минус 30. И я решила взять с собой вместо пластиковых стаканчиков фужеры. Вы знаете, гулять-то гулять это называлось, но, конечно же, при температуре минус 30. Этот потрясающий стеклянный фужер лопнул в моих руках, и вот в этом аромате кто-то находит немного запах крови. У меня вот реально он ассоциируется с тем Новым годом, когда флакон лопнул у меня в руках, когда вокруг пахло рождеством, глинтвейном, порохом от салютов, ну и что-то тревожное в этом аромате действительно есть. Все обошлось хорошо, но теперь воплощение того Нового года я нахожу в аромате Крещение огнем от бренда Серж Лютанс. Он действительно очень атмосферный, очень необычный, и я этот аромат безумно люблю. Ну что, на этом все. Рассказала вам о восьми, да, кажется, о восьми ароматах, которые у меня ассоциируются с Новым годом. Повторюсь, буду рада, если в комментариях к этому видео вы также расскажете о своих новогодних ароматах, об ароматах, в которых вы планируете встречать этот Новый год и рождественские праздники. Спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, то ставьте пальчики вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем отличного настроения и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok